ну что ребята привет расскажу вам про машину которую сейчас веду она у меня недолго но я уже могу кое-что по ней сказать вы наверное уже узнали те кто интересуется это lexus es 2023 года последняя модель которая у них выпускалась там помню было еще два до них ну сейчас короче самая лучшая мультимедиа у них есть я на этих лексусах катался много раз просто хочется вам рассказать что за машина у этой конкретной модели пробег совсем маленький она практически новая тут пленки еще даже есть все заводские 5-6 тысяч километров из них я про из них я на ней проехал на 1004 жалко что нету другой машины которая была до этого я катался на другой она была лучше такая вот именно по салонный по салонным цветам здесь цвета такие средненькие на мой взгляд видите такая коричневая коричнево-черная атмосфера вообще они на глаза не напрягает нормально но это неважно машина едет очень приятно мне нравится на ней кататься передний привод правда жалко что вот задний привод мне больше нравится я из-за этого не захотел ее покупать и то что сиденья сзади не складываются тоже большой минус особенно для семьи семья есть там хочется коляску положить туда-сюда вот сиденья тут не складываются расход топлива радует вот у него состоит средний 6 2 но это я ехал по трассе там 130 140 если ехать 90 там вообще 5 и 5 получается мультимедиа мне вообще тут не нравится только вот эти части классные здесь только touchpad и никак невозможно 7 надо тыркать нажимать ненавижу у меня у самого бмв в бмв этом ай драйв система вот это вот классно то есть по сравнению с бмв здесь вообще вот эта вот система не очень но этой машине можно этот минус простить мне просто приятно вот как она едет такая на гибридная тихая вы сейчас ускорился вообще не слышно она едет на на электричество когда прогревается конечно страшновато ее мотору 2 и 5 стоит бензиновый бак 40 литров или 50 который довольно такой ну надолго его хватает там не знаю сейчас смотреть и проехал уже километров 300 наверное у него еще 375 то есть на 700 где-то хватит что мне в ней не нравится вот здесь сейчас пока это не вот зимой я на ней ездил снег идет и на перед спереди там у нее все эти системы умного контроля круиза есть и вот они залепляются снегом получается так что ты не можешь их почистить и у тебя начинает сообщение выходить что ты должен их почистить вот у меня на бмв она погаснет и все ты желтую лампочку видишь там посетный знак если у тебя не мешает здесь она будет без конца вот это вот делать прыгать и ты должен это просто физически взять и отключить эту систему чтобы она перестала тебя доставать вот это большой минус и да вот это вот реально самый большой минус этой машины наверно эта комплектация такая простенькая тут нет вот этих зеркал которые с камерами хотя на эту версию не ставились здесь подогревы есть вентиляции нема с очень красиво свет включается например сон нажимаешь включается то есть точь базиком очень классно едешь не приятно так она спокойненько спокойненько едет очень плавно разгоняется замечательно не помню автомат здесь или вариатор стоит вот честно не помню как-то даже об этом не задумывался потому что серьезно не рассматривали покупки так покататься приятно на ней режимы есть три эко спорт нормально как на всех лексусах тут интересно что от предыдущей модели было был точпадик когда можно было этой мультимедией управлять еще стачпадика но тачпадик конечно решение так себе но все-таки если нет другого то это было бы очень хорошо а сейчас тачпадика нету есть только точскрин на экране и вот ты когда ты едешь за рулем тебе не очень хочется туда тянуться это нажимать ну к этому можно привыкнуть наверно потому что просто я уже придираюсь потому что на бмв это все-таки сделано намного лучше сама навигация симпатичная экранчик большой вот эти часики очень нравятся которые стоят они даже когда настраиваешь там время переводишь летнего на зимний наоборот она сама подкручивается электронно очень классно вот беспроводная беспроводная розетка у нее тут есть телефон заряжает очень хорошо и наушники заряжает все отлично работал положишь и все сейчас попробую и газ пол нажать в экорежиме вот так она звучит разгоняется приятно прижимает к сиденью лексус но он передний привод и не знаю здесь погонять на нем думаю нет смысла он такой более для вальяжной езды жена отметила интересную особенность мы когда брали другую машину которая посветленькая была светлый салон они с сестрой моей пошли гулять на них все внимание обращают то есть машина вот она привлекает как-то внимание и им все бибикали пипикали на них смотрели то есть вот этот лексус им очень понравился прям жена была в восторге так что если вот так вот она довольно редкая получается сейчас 23 год но сейчас уже часто встречается бывает в риге у нас так если когда вот мы были в двадцать втором году то она была довольно редкая и все смотрели на эту машину реально все когда по у нее нету я не знаю есть ли у них хэдап в этих лексусах но в лексусах вообще есть хэдап в этом конкретно нет но вот приятные очень ощущение плане пластика такая кожа мне вчера приятель сидел рядом очень классно все так сделано очень так все качественно мне еще нравится что здесь вот в этой штучке такая бархоточка и там вот приятно еще что интересно жена такая когда ехали тоже говорит мне в этой машине понравилось вот что у нее фары сердечко и главный приятель потом тоже заметил там так когда дальний свет включаешь или ближний ближний по моему он так вот как в роли сердечко для девочек мы еще отметили что для девочек тут все мультимедиа там вот кнопка радио есть медиа что можно просто взять нажать все понятно вот это интересная . такая тут можно станции крутить включаешь танцы можно еще крутить настраивать двойным таким образом сделанным но мне интересно вот показалось что нету климат-контроля вот всегда есть возможность отсюда регулировать две зоны а здесь такого нету все могу регулировать вот тут вот тут вот для пассажира она не регулируется и никак не сделать чтобы можно было регулировать одновременно в тойоте там было в бмв такой есть во всех машинах я видел так ну климат хороший климат хороший немножко чувствуется что он дует есть такие машины где вообще не чувствуется что климат дует а здесь все-таки чувствуется что немножко дует надо будет дефлектора эти снимать и тогда нормально сейчас остановлюсь покажу ее вам снаружи как сойду тени куплю себе супермаркет какой-то интересный вот такая вот камера заднего вида довольно качественная приятно на нее смотреть так вот паркуется все показывает что там даже сбоку показывают какие-то угрозы есть слева справа плане комфорта вот конечно все нормально все хорошо вот единственный минус это что раздражает когда залепляется датчики передние там по всем этим умным фишкам когда нету климат-контроля одновременно нельзя регулировать то что не люблю когда на одной стране там дует и потом когда один едешь хочется чтобы было холоднее там прохладнее и вот зеркала например автоматически не складываются то есть надо сложить их потом выходить то есть в этом нажал на кнопку не сложится есть такого нет ну и все так особо ничего плохого нету отличный аппарат на свои деньги он довольно дешево стоит то есть получается ее можно купить новую там в полном комплектациях во всех за 60 тысяч чем-то евро простую комплектацию можно купить вообще за 50 тысяч на это машина стоит на 50 тысяч 50 и я смотрел вот они годовалую продавали потом когда они такую же она вообще вот которую мы брали когда-то кататься и на нам она была 43 900 1 1 года машина это очень хорошая цена по моему и она того стоит сейчас покажу вам ее снаружи но и короткий обзорчик закончится если что пишите там в комментариях свои мысли если вы на ней катались как вам если вы хотите покататься что-то спросить пишите я вам скажу постоянно на этих машинах на вот таких лексусах я проехал наверно ну тысяч десять километров и поэтому могу рассказать свои вот такая вот машинка ну посмотрите в другом месте не буду показывать номер до скорых встреч друзья и все хорошее смотрят и конечно же моя доченька и женушка не мама и все 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 так и быть покажу ну что мои хорошие поехали на этом прекрасном машине катайтесь на хороших машинах пусть вам всем будет отличные машины ребята